Ну что, восхитительный день для того, чтобы понадеяться на защиту от молнии и от огня. Как раз уж нам осталось здесь, ребят, для этой главы. На связи Чандр и Ольмина. Здравствуйте. Это у нас Поушенкрафт, конечно же. Продолжаем варить зелье. Сейчас узнаем, как... О, нет. Зачем ты пришел? Рано. Мужчина, рано. Сколько? 6600 и 6600. Лунная соль. Продвинутые улучшения алхимической машины и рецепт лунной соли. Я возьму просто листочки со скидкой, потому что это все, что я могу. Смогу себе позволить. Да. Как же он любит приходить, когда у нас денег нет. Обожает. У меня складывается такое ощущение, что он прям выжидает момент. Я тебе точно говорю. Блин, эти листочки, конечно, понавставили, не пойми куда. Чего их вообще понавставили? Ну, их втыкают. Вот именно, их втыкают. Ладно, ладно. Он за ловкостью. Вместе со взрывом листочки. Сейчас все поубираем. Вроде бы красиво, да? Да, вроде разгреблись. Хорошо. Кстати, а здесь же... Не, а, подвинуть больше некуда. Ну и ладно, черт бы с ним. Так, здорово, зелевар. Хочу избить одного богатенького парня. Заплатить за действительно сильное зелье. Зелье силы ей нужно. Угу. Хорошо. Избить богатенького парня, это не так уж и плохо. Поэтому держите, женщина. Вперед. 257, правда, денег. Это такие копейки. Господи. Жуть какая-то. Плюс к репутации будем получать. Хочу зарядить свой посох такой магией, чтобы от его касания росли и плодоносили растения. Кстати, давно не заказывали это. Держи, дружище. Тоже копеечное зелье. Муж отправился в лес за дичью. Заплачу, если в зелье на основе будет 3 вида ингредиентов. Ого. Хм. 3 вида ингредиента. Ну, из 3, правда. Я понемял. У нас есть из 2? А, ну есть в целом из 3. Ну давай. Чё б нету-то? Из 3 есть. Пойдет? Пойдет. За 400 лучше поторгуюсь. Мне бабки сейчас нужны. Прям ух как нужны. Торговлю надо, конечно, вкачать. Нужно эти 5 очков опыта как можно скорее. Так. Как в твоей сумке помещается так много растений? Все очень просто. Эта зачарованная сумка в ней гораздо больше места, чем кажется. Незаменимая в моей работе вещь. Ой, дорогая моя. Опа. Вечный зеленый папоротник. Ой. Что-то новенькое. Такого у нас нет. Красивая штука. 77 штука. Это уже такое. Могоягода. Прикольная. Прикольная. Придется брать. Придется. И это придется брать. А вот это что за колючки? Красненькие. Ой, тоже не было. Бутон ужаса. Где она есть на хвой? Не знаю. Свекла. Свекла слишком дорогая. С наскиткой. С наскиткой, да. Свекла нам бы пригодилась, конечно, но слишком уж дорого. Так, лавовый корень нужен, признавайся. Лавовый корень это налево. 33 штуки. Вообще не помешает, если со скидкой не помешает. Вообще нам даже водоцвет на полном серьезе. Он не бесконечный у нас. Нужно ли нам вот это? Нет. Вот это вот обойдемся. Спасибо. Хотя нам всего 66 монет будет, но... Я боюсь, не осилю. Серьезно. Поэтому будем вот так работать. Очень маленькие тайлы везде. Да. И там, и там были маленькие тайлы. Так, ладно. Чтобы хорошо воровать, нужно быть быстрым. Если у вас зелье, которое поможет с этим. Типа быстро стырил и ушел. Ну, держи, друг. Вот за 280 я поторгую. Причем поторгуюсь. Это же до хрипоты. Все, пойдет. Нужно какое-нибудь зелье, чтобы повысить мои боевые характеристики. Да, Брон. Боевые характеристики. Есть сила. А есть... О, есть вот это подороже. Ярость. Ярость. Пойдет? Пойдет. Это перебор. Так, кажется, что овощи сильно измельчали. Держи, дружище. Овощи. Дешевое зелье. Следующий. Хочу приклеить одну вещь к стене. Нужен какой-нибудь хороший клей. У нас есть специальное, особенное, супер, правда, невероятно неадекватно дешевое зелье. Хороший тайлы. Все? Да, закончили. И это все? Мы в саду были? Были. Были в саду. Ладно, спим. Где наши новые зелья? Работаем. Кстати, мы же поспали? Да. Значит, поблагодарили наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым, собственно, на канале видосы и выходят. Присоединиться к их числу, вступить в семью. А семья это главное? Можно по ссылке в описании, ребят, ссылка на бусте, переходим, подписываемся. Ну, а мы продолжаем здесь идти в сад. В сад, а не туда, куда вы подумали. Ледофрукт вырос. Ледофрукт, да. Красивый растет. Так, на моем доме часто собираются грозовые тучи и бьют молнии. Прям невезуха какая-то. И каждый раз они бьют в мой сарай. Мне надоело тушить пожары, поэтому мне нужна какая-нибудь защита от молнии. Плачу больше за зелье на основе двух видов ингредиентов, просто и понятно. Так, защита от молний. Это у нас 100% масла. И теперь вопрос. Защита от молнии. У нас есть зелье вот это. Либо это будет зелье вот здесь. Где-нибудь. Либо это будет в каком-нибудь другом месте. У нас, в принципе, есть направляющая еще вот сюда. Короче. Я серьезно не знаю, как туда добраться. Поэтому... У меня есть способ. У меня есть метод. Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Террария затащит. Уже толку просто... Ступку просто. Миллион террарий, ребят. Поехали. Ну, к слову, мы преодолели. Всего за 4 террария. Да. Неплохо. Дальше. Нам бы что-нибудь вправо вниз. Вправо вниз, но что-нибудь такое красивое. Ой-ой-ой. А все оно не очень. Жизнелист в целом неплох. Насколько он хорош? Пока что сделаем так. Потому что иначе раздолбаем его нафиг. Дальше. Надо пройти обязательно. Снова террарий. Мы будем использовать, ребят, только террарию. Пусть даже 10 штук. Плевать. Только террарию. И жизнелист, если потребуется. А он потребуется. Мы это прекрасно понимаем. В частности, сейчас. Вот только сколько его нужно. Вот в чем вопрос. Как бы не простоволосица. Скорее всего, мы дойдем до половины. То есть, мы будем где-то плюс-минус над. Правильно? Вот он центр. Вот плюс-минус в центре мы будем. Центр это чуть-чуть дальше того, что нам нужно. И это нам на руку. Хорошо. Это оказалось несколько дальше, чем я хотел. Если честно. Но не страшно. Как уже было сказано, это не так уж и плохо. Пойдет, пойдет. Сделаем. Теперь при помощи террарии будем выруливать так, как никогда не выруливать. Семь террарий и два водоцвета. Ой, жизнелиста. Ну, честно, не так подорого. Ну, если бешу, тогда... По сравнению с остальными ингредиентами. Ну, хорошо, давайте. Чтобы перфекционисты ликовали снова. Так, сохраняем этот рецепт и завершаем этот рецепт. И все. Да, это, слушай, это реально защита от молнии. Ребят, конечно же, мы воспользовались подсказкой. Понятно. Я делаю тот, кто смотрит в записи, да, это видео. А мы воспользовались подсказкой. В общем, здесь у нас защита от огня. Нам уже проспойлерили здесь защиту от молнии. Какого-то черта. Вот где-то там у нас должен быть зелье роста. Если это не обманули, как вот, в частности, было с Некромантией, где нам просто нагло набрехали, вот, то все будет хорошо. Все, завершаем это зелье. У нас есть зелье молнии теперь. Зелье молнии. Ого. И оно классное. За столько террари. За такие-то затраты. Это вообще шикарно. Мы должны доплачивать все равно за то, что оно идет ингредиент. Кстати, да, это огромная доплата. И все равно. Это огромная доплата. Это X2. То есть оно 600 всего стоит. Все равно дорого. Все равно неплохо, да. Из двух-то террарий. Рост растений с несколькими эффектами. Это что ж ты хочешь за несколько эффектов для роста растений, дружище? Раньше был обильный урожай, это я понимаю, но... Сейчас нет такого. Что ему надо для растений? Здоровье? Здоровье растения? Ну-ну. Ну, к примеру. Ой. Давай не будем. Не нагнетай. Вот серьезно. Просто, мужик, не нагнетай. Вот те зелья. Все. Иди просто. Он все равно доплатил бы всего X полтора. Забей. Мне уже зелье, которое поможет убежать и спрятаться стража. Мне рассказывали, что такое зелье лучше всего получается, если добавить туда побольше кровошипа. Доплачу, если зелье будет из них. Ну, если 50% будет, да? Кровошипа. Давай посмотрим. У нас есть зелье. Какое? Зелье, зелье, зелье. Быстро убежать? Убежать или спрятаться. Или спрятаться от стражи. Скорее, это будем невидимое сделать. Оно состоит из пяти элементов. Это много. Это состоит из четырех элементов. Это тоже много. Значит, нам этих кровошипов придется потратить. Аж три штуки. Аж четыре. Чтобы 50% было. Ой, тогда еще ухожем. Давай не надо. Давай попробуем вот здесь в качестве эксперимента. Было предложение понакидать сюда кровошипов. Завершить зелье. Сработает ли это? Писали в комментариях, сработает ли так? Получится ли добавить? Получается. Но все равно дешево. Но это мы чисто ради эксперимента. Да, но это безумно невыгодно. Для нас это очень дорого. Так поступать мы, конечно же, не будем. Так, кое-кто собирается отправить кое-куда гонца с важным посланием. Мне нужно зелье, которое замедлит лошадь и не даст доставить послание в срок. Готов доплатить, если зелье будет по-настоящему хорошее. Я хочу за зелье из одного ингредиента. Сумасшедший. Замедление из одного ингредиента, который у нас. Здравствуйте. Из одного ингредиента это невозможно. Нет, это возможно. Это возможно. А знаешь как? Как? А я тебе сейчас покажу. Камнями? Златошип. Да, златошип здесь достигает нужного уровня. Златошип. Потом туда вышли златошип и златошип. Но если бы у нас... Нет, если бы у нас было не 25 златошипов, а хотя бы 50, я бы это сделал. А так я, к сожалению, вынужден сделать вот так. Замедление? Какая скорость? Это я побыстрее просто решил сделать. Себя ускорил. Он и так заплатит хорошо. Поговорим об убийствах. Конечно. Лучшая тема для разговора с покупателем. Поговорить об убийствах. Ох, грибы пришли. Так, ну что сегодня-то продаешь? Попку продает. Сколько у нас попок? Попок у нас достаточно. Давай будем честны. Теневых лисичек... Тьфу-тьфу-тьфу. В достатке. Поэтому, дедок, сегодня ничего. Спасибо, дед, но нет. Разорил ты меня, дед. Напал на меня сегодня-то разбойник. Денег требовал. Но я не лыком шип, наваляла ему маму не горю. Я потом пошла в город, споткнулась и разбила коленку. Вот за такую офигительную историю я, если честно, подкину зелье лечения. Просто потому, что мне нравится эта история. Не более чем. Хотя, конечно, зелье лечения мы уже не изготавливаем. Нужно замораживающее зелье. Махагриб очень вредный ингредиент. Я доплачу, если зелье будет без него. Так мы вообще не используем его нигде, дружище. Это очень вредно. Это отвратительная гадость просто. Тебе не просто так про это рассказывали. Это действительно жесть. У вас вообще грибок, нет? Конечно. Все равно дешево. Мне нужны кое-какие зелья, пригодятся на охоте. На охоте ловкость? Ловкость. Наверное, ловкость. Ну давай. Пять этих водоцветов, правда. Дешево, дешево. Но зелье, которое сделает меня меньше и проворнее, чтобы было проще красть. Говорят, что зелье лучше подходит друидски размах... Да что б у вас... Меньше. Что меньше? Меньше и проворнее. Ну, меньше и проворнее. А, зелье уменьшения, ты хочешь сказать? Вряд ли. У нас еще нет такого. У нас еще нет такого. Так, друидский розмарин. Ну, нет у меня его в таком количестве, друг. Поэтому давай я тебе сделаю проворней. Проворней это в легкую. Просто берем вот так. Варим. И изи. Друидский розмарин. Если будет из этого ингредиента. Если бы был хотя бы одна единица, то да. Так нет. Хочу зачаровать броню так, чтобы она делала того, кто ее носит сильнее. И мне нужно зелье, что с этим поможет. Зелье силы, что ли? Зелье было слабое. За слабое зелье она заплатит столько же, сколько за сильное. Это уже проверенная практика, ребят. Если вас просят приготовить слабое зелье, то шлите его в жопу. Просто отдавайте сильное. Потому что по деньгам плюс-минус то на то и получается. Все. Спи мы, как обычно, видим наших дорогих, замечательных, претенджающих, великолепных бустеров. В котором нужно к числу присоединиться по ссылке в описании, ребят. Все. Новый день начался. Игра сохранена. Здесь мы все собираем то, что у нас имеется. А что не имеется, мы не собираем. Дайте мне зелье защиты от огня, пожалуйста. Зелье повышает либидо. Конечно, есть. Конечно. Давно не просили, кстати. Видимо, бордель работает хорошо. Но вот что-то подкачал, да. Женщины страшнее стали. Ну да, вон по ней видно. Ну да. Эта проблема решается вообще выпивкой, а не зельями. Но хочу быть быстрым, как черепаха. Да, черепахи бывают очень быстрые. У нас есть скорость. Ну а быстрее, как черепаха или же... Ладно. Ладно. Чтобы яблони в саду росли быстрее. Хорошо. Держи. Забирай. Следующее. Защиту от отравлений. От отравлений. От отравлений. Есть. Цветочки коренья нужны... Да. Добреника нужна, если честно. Пухоцвет. Пухоцвет у нас есть. Ой, какой перчик там. Перчик. Драконий перчик. Перчик это уважаемо. Это без скидки. Добренику по-любому берем, потому что у нас ее мало. Ну, как бы она есть, но лучше пусть будет сотка всего. По поводу пухоцвета. Пухоцвет у нас запускает наверх, да? Наверх. Оу, понемял. Я сначала его не использую. А ледофрукт? Ледофрукта много, но мы возьмем опять-таки, чтобы до сотни догнать. Дорогая моя, ну 1200, ну куда? Откуда? Я, понимаешь, я алхимическую машину строю. У меня там исследование. Ну откуда? 12 тысяч нужно. Ужас. 13. 13. Мне уже сделали, чтобы сделать замедляющие стрелы для охоты. Замедление. Хорошо. Замедляющие стрелы для охоты. Как ты шел. Ага. Держите, женщина. Потому что мы все-таки это сделаем. Кого? Защитку-то. Защитку от огня? Да. Работаю над созданием пакуобразного монстра, у которого будет очень липкая паутина. Но чтобы прилепить такую способность, нужно клейкое зелье. Клейкое зелье-то у меня есть, дружище. Держи. Классное зелье, великолепное. Жаль, что супер дешевое. Че оно такое дешевое? А че такие тайлы еще мелкие? Слушай, я не попаду по ним. Они слишком мелкие. Да, я вижу. Очень тяжело. Невыносимо тяжело. Начинаешь видеть в темноте? Да, давно не заказывали. Я даже забыл уже, как оно делается. Держи. Хотя, шикарное зелье. Вот зря не заказывают. Вот побольше бы заказывали на полном серьезе дорогих зелий. Угу. Синички приходят. О! О! Десятый уровень популярности. Это как раз уже восьмой уровень, правильно? Да. Все, отлично. Мне хоть на душе стало теплее. А чтобы стало еще теплее, нужно, конечно же, чтобы вы присоединились к нашим дорогим, замечательным, претестающим, великолепным бустерам. Будь здоров. Вот видишь, правду говорю. А вот, а еще, а еще, нам бы необходимо было бы вот это вот зелье, которое огня, нам просполерили. Нужно его как раз таки сделать. Давай сделаем зелье огня и не будем просто париться. Мне мало, 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 мало огня. Я хочу еще немного больше. Будем ли обходить? В жопу обходить. Обходить это для слабаков. А, стоп. Только нам бы надо это. По прямой выйти. По прямой. Да не просто выйти. А здесь мы доходим. Дошли до поворота. Подлили. И поехали вперед. Смотри, как шикарно поехали. Смотри, как мы поехали. Как мы пошли, конечно. Я боюсь, что мы особо-то не выберемся. Правда, здесь красиво, чтобы было. Так, опять-таки, заворот не нужно. Это я уже на автоматизме что-то делаю. Вот так мне будет достаточно. А хорошо получилось за счет заворотика. Так, дальше. Ой, слушай, можно прям одну только водошляпку использовав. Но мы не будем так заморачиваться. Мы лучше давай используем что-нибудь то, что нам тут поможет. Хорошо. Что-нибудь на северо-восток. Да так, чтобы было как надо. А нет такого ничего. Те же путросли не особо подойдут. Вот водоцвет. Здравствуй, привет. Ну, как бы да, но в то же время нет. Колдовской гриб. Не алло. Я думаю, путросли. Давай используем путросли. Они нам чутка помогут. Поскольку они там закручиваются, это неплохо. Путросли у нас какой-то... У нас мало, кстати, путросли. Это плохо. Я рассчитывал на колдовской гриб здесь, скажу тебе честно. Ну, правда. Как-то он не очень сюда идет. Вообще не идет. А вот это зато идет сюда просто шикардосно. Конечно, что-то классно. Давай мы полную прокрутку сделаем. И потом, если мне кто-нибудь напомнит, а не забудет в очередной раз, то мы пособираем опыт. Ну да, ну да, если кто-то не будет так резко заканчивать деле. Надо будет не забыть забанить, если вдруг это окажется не зелья огня. Да, да. И это у нас... Все-таки зелье защиты от огня. Ладно. Сохраняй и собираю опыт. Спасибо. Специально отвлеклась. Спасибо. Собирай, собирай. Да я вот думаю, как его собрать тут. Вот это, вот это. Потом назад пойти. Либо здесь же сразу. Давай вот так пройдемся. А давай вот так прям пройдем. Красиво, красиво. Тут уже не выйдем. Поэтому просто забей. Так, ладно, завершаем зелье. Вот, глава шестая завершена. Ребят, как раз то, что нам нужно было. Шестая глава. Купите продвинутые улучшения для алхимической машины. Купите рецепт лунной соли. Создайте лунную соль. Пойдите в жопу. Вообще просто забейте на то, что здесь написано. Анимагия, уменьшение, увеличение, омоложение. Да вы что делаете? О, у нас 5 очков. 5 очков. Деньги. Нужно больше золота. Шикарно. Хотя бы у нас есть зелье защиты от огня. Мы даже цитринитас не делали. Куда вам лунная соль-то? Алло. Цитринитас, правда, скорее всего, на следующем этапе будет. Слушай, мы не можем это сделать, потому что нам нужно это зелье, видимо, уменьшение. Увеличение. Или увеличение. Я думаю, увеличение. А уменьшение тогда какое? Другого цвета, например. Блин. Нам зелье увеличение тогда нужно. Это единственное зелье, которым нам не хватает. А может попросят что-нибудь в ближайшее время. А вдруг нет? А вдруг нет. Ладно. Нужно... Что? Я положил глаз на жену моего знакомого. Увидели бы вы эту даму. И что надо? Ее очаровать? Наверное, очаровать надо, да. Или его убить. Надо как-то склонить ее к более близкому знакомству. Ну, я думаю, он уже убит. Что, в принципе, тоже неплохо было, наверное. Ну, потом он придет за ядом. Один алхимик продал мне зелье, после которого стал болеть живот и мучить по носу. Ясно. Денег нет у них. Нищеброды. Осуждаю. За 70, кстати, продается уже. Зелье лечения за 70. Копейки. Просто копейки. Ужас. Тяжело на душе от этого. А вот от чего хорошо на душе, так это поспать и видеть цены о прекрасных наших, дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустерах, благодаря которым-то, собственно, на канале ВДСКИ выходит. Присоединиться к их числу, вступить в семью. Кстати, у меня это главное. Можно по ссылке в описании, ребят. Ссылка на бусте. Переходим и подписываемся. Бегом, бегом. Побежали. Переходим и подписываемся. Бегом. 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 Продолжение следует...